Друзья, всем привет! Вы на канале Капитан Крым. Мы сегодня с вами в Геленджике. Посмотрим, как здесь подготовились к курортному сезону и сравним потом Судаком с Ялтой с другими нашими крымскими городами. Приглашаю вас прогуляться вместе со мной по набережной Геленджика. Кстати, эта набережная самая большая в России. Тут жизнь кипит полным ходом. Огромное количество самокатов, велосипедов и сразу же первым делом бросается в глаза чистота и аккуратность просто во всем. Здесь набережная, конечно, атмосферная просто. Смотрите, человек делает заплыв. Вода уже, по идее, теплая, но не настолько, чтобы вот так плавать, по-моему, градусов 15-16, по крайней мере, в Анапе показывает 14. А вот уже народ плавает. Ничего. Кстати, кто не знает, в Геленджике строится, может быть, уже построился, пока мы это видео снимаем, новый замечательный современный аэропорт. Ну, он, конечно, будет не такой шикарный, как у нас в Крыму. Симферопольский аэропорт. Но, насколько я знаю, вот сейчас я вам кадры покажу. Аэропорт уже отличный, тоже достаточно современный. И скоро Геленджик будет супергородом. В принципе, он и так супергород. Потому что я считаю, что из всех курортных городов России Геленджик занимает просто первые позиции. Потому что здесь шикарная набережная. Здесь все очень аккуратно, красиво. И здесь есть такая своя неповторимая атмосфера, которую, ну, больше я нигде не встречал. Мне просто повезло с погодой. Я надеюсь, сейчас меня не собьют на этой велодорожке. Тут снимаю. Смотрите, отель. Вот какой. Белый дом. Прям, прям как в Америке Белый дом. Там, наверное, и президент Америки сидит. Смотрите, как здесь все. Велодорожки. И люди исключительно по ним ездят, гоняют. Мы пока крымчане к этому еще не привыкшие. Вот опять велосипеда ромчался. Все зелено, красота. Вообще, в принципе, в Краснодарском крае едешь вот по трассе М4 от Новороссийска. Она начинается вокруг дубы, вокруг запахи. И вон, кстати, народ загорает. Смотрите, здесь галечные пляжи. Ну, мы к морю спустимся обязательно. Чуть позже. А пока давайте прогуляемся по набережной Геленджика. Посмотрим, что здесь как обустроено. И вообще, в принципе, насладимся этой атмосферой. Идешь вот так по набережной, а там вдали горы. Кстати, говорят, я попробую вам сейчас найти. О, кстати, классный дом, проект. Здесь в Гелендживских лесах горных где-то спряталась пирамида. Пирамида такая же, как в Египте. Сейчас я вам попробую показать на Google-картах, как это выглядит. Кстати, очень много дольменов в районе Геленджика. Я пока их еще не изведал. Но я думаю, что стоит начать. Я думаю, это очень интересная тема. Смотрите, вот вся набережная полностью. Вот тоже люди отдыхают, загорают. Я в Крыму пока еще в таком массовом количестве. В будний день, вот сейчас будний день. Отдыхающих не видел. Здесь, конечно, их побольше. Хотя тоже общался с местными. Говорят, погода в этом году была холодная, холоднее, чем обычно. Еще утро. Народа в кафе нет. Вечером здесь, конечно, людей больше. Что удивляет? На набережной, во-первых, такое какое-то спокойствие. И разнообразие различных зон отдыха. Вот смотрите, дети. Тенечек. Растут клены. В Крыму, ну, тут, наверное, давно уже посажены. Хотя нет, мы с вами были год или полтора назад. Здесь это все обустраивалось только. Ну, смотри, деревья высокие, тень есть. Дети бегают, играют. Даже вот жираф стоит, занимается спортом, сайболитом. Вот как это называется. Sky Skate Drone. На самокатах трюки. Ребята делают разные. Сейчас, вон, смотрите, как это выглядит. А так вот. Здесь вот есть воркаут спортивный. Тоже не пустует. Прокат велосипедов. Туалет платный. Сколько он там стоит? Не знаю, не вижу отсюда. 20 рублей. Туалет стоит. Ну, как в Ялте. Почти. Правда, давно в Ялте не был. В туалете, в общественном. Смотрите на море. Море. Ну, море, конечно, здесь, мне кажется, уступает немножко нашему крымскому в некоторых моментах. А вот тут течет река. Река прямо в море. Ну, чистенькая вроде, не канализация. Вон, огромные вороны сидят, кричат рыбакам вдаль, в море. Вот смотрите здесь, какие большие сосны. Все аккуратно, все красиво. Вот, в принципе, ну, ничего в худшую сторону не изменилось, только более благоустроилось. Давайте выйдем на смотровую маленькую площадку. Здесь такая тоже атмосферное место. Пляжи пока многие закрыты. Вот тот пляж, где мы с вами проходили. Там народ уже загорает, отдыхает. О, самолет на взлет пошел. Только про аэропорт вспомнил. Красота. Смотрите, какие красивые яхты. Тут катерки плавают яхты. Вот одна такая серенькая, темненькая. А вот вторая беленькая. Я думаю, вы ее узнали. Это яхта, которая на моем канале в шапке размещена. Ну, я думаю, вы должны были ее узнать. Правда, здесь далеко. Геленджик – абсолютно атмосферный город, который имеет вот какую-то свою особенность, свою атмосферу, свой какой-то такой уют. Вот выход в море открытая. И Геленджикская бухта, она полностью вот по кругу идет. Вот так вот, как бы замыкает, почти замыкает, замыкается кольцо. Вот самолет ушел из Геленджикской бухты. И набережная полностью идет вдоль всей бухты. Тут все огромная длинная набережная. Она длиной около 14 километров. Это самая длинная набережная в России, насколько я знаю. Пока Саки с Евпаторией не объединятся, я думаю, что когда уже вот это случится в будущем, возможно, со всеми этими перетурбациями, этими бетонами на пляже, то, конечно же, Евпатория с Саками может быть вырвится вперед в лидерстве. Но пока по благоустройству, пока по вот этой атмосфере, пока по качеству, как бы, жизни и отдыха в Геленджике он занимает в моем рейтинге первое место, даже обходя Сочи. Потому что в Сочи там все-таки другая атмосфера совершенно. Еще меня очень в положительном ключе. Кстати, красиво. Видите, вот желтая бегунья, желтая дорожка, желтые цветочки и солнце желтое. Прям какой-то в кино просто получается. У нас с вами вот такое кино получается. Меня приятно удивило количество бегунов. Когда появляется инфраструктура, сразу подтягиваются люди, которые начинают ее наполнять и заполнять. Так что это очень большой, так сказать, плюс. Благоустроенные набережные, благоустроенные курорты, они притягивают к себе людей. Здесь все цветет. Смотрите, мы с вами в тот раз подходили. Но был дождь, было холодно, а сейчас тепло. И, кстати, он рабочий. Геленджикский створный маяк. Вечером, если подойти, можно вот смотреть, вот в этих створках горят разные там, по-моему, красные, зеленые, если не ошибаюсь. Огни. Вообще такое, ну, вот старинное место. Вот он, видите, 1897 году, 19 августа основан. Красота, конечно, это, на мой взгляд, такая достопримечательность набережной, одна из самых главных. А смотрите, здесь полиция на электрокарах ездит. Вон поехала полицейская машина, правда, без мигалок. Сейчас она, скорее всего, эту собаку арестует, потому что собака пересекла не в положенном месте велодорожку. Это будет главной новостью Геленджика на сегодня. Здесь мы с вами были, давайте напомним. Вот структура. Старый маячник. Собачка смотрит. И старый маячник вдаль светит заходящим в бухту корабля. Здесь вот тоже такая пляжная зона. Давайте поближе подойдем, посмотрим. Короче, народу много. Видно, что народ не местный. Народ отдыхает. Отдыхающий уже потихоньку наполняет. Спрашивал в кафешке у официанта, как сезон. Говорят, на майские праздники прям был бум. Десять дней, Геленджик был полон людьми. Вот смотрите, мы вошли в зону тени. Очень атмосферно, здорово. Давайте подойдем. Пляж называется Family Resort & Spa. Вот так вот, на палубная доска. Шезлонги, зонтики и черный пиратский флаг. Вот такой вот пляж. И кстати, что мне в Геленджике очень как бы близко, в том, что особого пафоса здесь никакого нет. Все очень скромно сделано. Все сделано со вкусом. Нет пафоса. Я пока его не чувствую. В тот раз приезжал, ветер нам дует. Не чувствовал. И сейчас тоже я пафосов абсолютно не чувствую. Как-то все очень так мило. По-домашнему, можно сказать. Вот уже все по-летнему. Народ. Все, кто в купальниках. Сезон открылся в Геленджике. Спортсмены повсюду. Просто повсюду. Дедушки на велосипедах. Молодежь. Ну, вообще удивительно. Как бы, совершенно разных возрастов. Я здесь не вижу бомжей никаких. Не вижу каких-то вот странных типов, которых в Ялте вот очень много. В Ялте, кстати, странные люди с двух позиций находятся. С самого верха и самого низа. Нам бы побольше адекватных людей в руководство. И было бы все здорово, мне кажется. Ну, время покажет, к чему это все придет. Надеюсь, к чему-то хорошему. О, знакомый персонаж с Ялты здесь. Маньяк. Это зебра-маньяк. Почему-то тоже желтый. Вот это. Тут желтый цвет преобладает в дизайне. Сто пудов это изъел. Два этих клоуна приехали сюда на отдых. Видите? Вот заработать. Вот тут тоже желтые цветочки. Желтая дорожка. Как в песне, помните? Оранжевое солнце, оранжевое небо, оранжевые мы. Вообще здесь, конечно, классно. Я вот хочу, чтобы в Крыму было не хуже, чем здесь. Мы с вами уже приезжали, уже смотрели. Здесь стало только лучше, а у нас только кусками и местами. Буду загадывать желание, чтобы в Крыму было не хуже, а только лучше. Так, для информации, кому интересно будет из Крыма приехать. Значит, по расстоянию что-то километров 400 с чем-то или около того. 500, может. До 5 часов 5, плюс-минус 6 со всеми остановками в дороге. Цена здесь, как мне показалось, не выше, чем в Крыму. Совершенно нормальная, адекватная цена. Народ доброжелательный, приветливый. Очень много крымских номеров. Увидел я здесь, в Гленджике, люди приезжают в 82-й регион. Видимо, на отдых набираться опыта, набираться какого-то, может быть, идеи. Здесь просто все очень симпатично выглядит. Сейчас, видите, мы с вами идем по аллее, такой, по парку. Вот, кафе какое-то. Эдельвейс и Акрополь кафе. Посмотрите, Акрополь. Так как есть Анатолий Акрополь, а здесь Акрополь. Тут, кстати, теплее, чем в Крыму. Сейчас, по-моему, вот утром 24-25. Днем, наверное, будет очень жарко. Вот молодежь обнимает. Мне дохераете, Андрей, у меня денег нет. Еще одна особенность, которая меня немножко, вот, как бы, порадовала здесь. Здесь нет этих безумных орущих музык из кафе. То есть, каждое кафе локально звучит. То есть, ты подходишь, ты слышишь. Если тебе нравится музыка, ты, например, можешь зайти. Нет такого, что через всю набережную орет. Какая-то там, какая-то музыка. И друг друга все перебивают. Нет вот этих безумных, ну, по крайней мере, может, сейчас. Может, летом по-другому. Кто знает, кто отдыхает в Гленджике, напишите в комментариях. Как здесь летом? Нет вот этих запахов перемешивающихся. Разных шашлыков. Там кто-то что-то жарит. Нет дымов. Тут как-то очень все комфортно. Ой, ребенок. Здесь как-то все, знаете, вот комфортно, непринужденно и ненавязчиво. То есть, нет шума. Нет вот этих вот дурацких колонок, в которых играет радиореклама. И там какие-то птички искусственные поют. Здесь птички настоящие поют. Здесь деревья настоящие, которые не спилены. Вот, смотрите. Народ гоняет, летает. В общем, здесь как-то по-человечески все сделано. Почему у нас так не могут делать? Вот удивляюсь. Вот я специально приехал, чтобы посмотреть и для себя обновить воспоминания. Для себя обновить, как это все здесь, как у нас. Здесь кот ученый. Там русалка на ветрях сидит. А здесь мы с вами все ближе-ближе к центру. Здесь вот движуха. И пляж бетонный, галечный. И чуть дальше, вот я в тот раз приезжал, только насыпали. Чуть дальше там сейчас будет пляж песочный. В общем, сейчас мы все посмотрим. Вон, женщина, смотрите, какая лежит. Бронзовая, серебряная женщина. Вот это, по-моему, сейчас говорят секс-символ, да, как бы эстетическая. Эталон женщины, наверное, сороковых, пятидесятых, шестьдесятых годов. Вот, море сегодня лазурное. Красота. Красота. Вот, здесь тоже такие есть живодеры. Красная талка. Вот, смотрите, красота. Украинский дворик. Кто там говорит, что в Украине плохое отношение? Геленджик, центр российского туризма. Пожалуйста, ресторан, украинский дворик. Никакого негатива. Все ровно, спокойно и красиво. Мне нравится здесь. Но Крым я, конечно, не про меня ни на что. Крым это родное, любимое и очень ценное. Особенно в плане природы. Осталось только доделать благоустройство. И все будет просто фантастически. Смотрите, для примера, просто раз, вот, живое пиво 100 рублей. У нас, мне кажется, от 150 года три назад я на биостанции спускался с гор, так пива захотелось, вот 150 рублей было. А здесь 100. Цветочки тоже все такое желтенькое. Ривьера, отель. Идемте дальше, вот, поближе к фонтану подойдем, посмотрим сейчас. Начинаются фонтанчики, смотрите, красиво. Очень много людей здесь с детьми, просто много с маленькими, с разным возрастом с детьми. Ага, вырастут. Красота. Красота. Шум воды. Да, еще вот чувствуется, знаете, что май еще не прям неполноценный короткий сезон. Везде эти вот болгарки, пилы, готовят летние площадки, все готовится. Ну, уже вот по людям, по пляжам можно сказать, что сезон начался. И пляжи, ну, на какой-то процент, наверное, процентов на 20, на 25 заполнены людьми. У нас пока я такого не видел, пока редкость загорает. Ну, ничего, мы посмотрим, пройдемся по всему Крыму и изучим все наши самые дорогие и любимые многими городками. Будем догонять Геленджик. Здесь, смотрите, велопрокат. Такие тоже все разноцветные. Есть самокаты. В Крыму тоже сейчас очень много самокатов. Вот, по пути Геленджик. Очень активно развит прокат здесь. Всего и вся. Вот здесь такие оранжевые самокаты. В общем, смотрите, народу много. Народу много. Народ кайфует. Сыроварня, ресторан, сырная лавка. Очень симпатично оформлен. Очень много зелени там внутренней комнаты. Здесь тоже фонтанчик такой. Замечательный. Ну, и здесь, понимаете, все скромно со вкусом. Без каких-то вот таких фонтов. Очень все скромно, очень красиво. Вот так вот. Вот вам маленькая панорама. Пожалуйста. Туда уходит аллея вся в цветах. Здесь вот такая зона катания. Море, ресторан. Люди сидят, отдыхают. Кто чем занимается. В общем, класс. Ребятня тут гоняет прям с утреца. Вот, пожалуйста, свободно. Все бесплатно. Никаких нету этих. Вот этих вот, которые стоят там по 100 рублей собирают. Знаете, там эти. Нет этих вести улик, которые там люди должны заползти там. На эту, как оно, канатную херню. Лестницу. И типа, упал, не упал. Приз. Ну, короче, от этого бреда я пока тут не вижу. От этого получаю огромное удовольствие. Вот смотрите, тоже зона интересная. Как вот, типа, мы с вами катерную набережную смотрели в Севастополе. Стеклянное ограждение. Деревянные, вот эти современные сейчас вот конструкции. Которые входят все больше и больше в моду. И никто тут не падает. Все нормально. Кайфово смотрится. Вот. Тут идет благоустройство пляжа на лето. Вот мне очень нравится это место. Отель. Сейчас посмотрим, как называется, не помню. Бассейн теплый. Вот люди загорают. Лансет клиника здесь есть. И хоть там отель. Гранд Фигант. Очень красивый бассейн. Голубого цвета вода. И люди загорают, отдыхают. В общем, вот так вот здесь. Солнечный, хорошо. Друзья, напишите в комментариях, кто из вас отдыхал в Геленджике. И ваше мнение, вот сравнение курортов Краснодарского края. Например, Анапа. Ну, основные получается Анапа. Геленджик в Сочи. Ну, вот это вот все побережье Черного моря Краснодарское. Вот как вы сравниваете? Какие плюсы есть у Крыма? Какие плюсы есть вот у здешних мест? Или какие минусы? Я думаю, будет очень интересно и полезно. Прежде всего, и нам всем, и тем, кто отвечает за все эти вот моменты по благоустройству. Почитать, посмотреть мнение людей со всей России. Я думаю, это очень важно. Поэтому пишите, не стесняйтесь. Ну, главное, цензурно, без матов, без всякой ерунды. А мы сейчас с вами подойдем, посмотрим на страшных рыб. Здесь акулы такие страшные, смотрите. Страшные акулы. Вот. Смотрят прямо на вас глазом, на подписчиков канала Капитан Крым. И я вам вот от акул передаю привет. Будете здесь, фотографируйтесь с этими акулами и ставьте хэштег Капитан Крым. Я буду вас находить в инстаграме и ставить вам лайки. Народ стоит, разглядывает купальщиков. Вот есть в гидрокостюмах. По-моему, это соревнования проходят. Эрдингер. Да. Да, я думаю, что столько купальщиков. Смотрите, вот прям многие люди купаются. Это какое-то соревнование, видимо. Вообще красиво. Зеленые горы. Зеленое море. Вон, видите, плывут. Потому что вода-то еще прохладная. Ну, максимум 16 градусов. Солнышко красивое. Привет любителям KFC. Крыму KFC нет. Крым под санкциями. Зато в Крыму есть природа. Красивые сосны. Не хуже, чем тут. Тоже деревья красивые. Достойные очень. Вот тетушки в купальниках идут. Архитектура тут тоже нормальная, адекватная. Мне очень нравятся какие-то здесь отели. Нету этих синих крыш. Нету этой убогости, которую у нас понастроили в Крыму за годы. Смотрите, пляж. Вот вам, пожалуйста, семейно ориентированный город. Дети, аниматоры. Я правда не знаю, может такой детский сад. Товред не вряд ли. Веселье. Родители загорают. Дети играют. Вообще бомба. У нас с вами практически, ну почти как прямой эфир получается. Вот, смотрите, подушечки. Атмосфера здесь просто чудесная. Итак, мы с вами дошли до песчаного пляжа. Центральный фонтан. Я так понимаю, это некий центр. В тот раз я дальше не пошел, но, наверное, сейчас мы пройдемся. Чуть дальше. Вот, кстати, полиция все-таки в собачку арестовали. Надо ее вызволять. Из плена полицейских. Она просто без маски была. А собакам в Геленджике нельзя без маски ходить. Только людям. Видите? Если найдете человека в маске, то напишите в комментариях. Я пока не встретил. Классный фонтан. Что значит отдых? Это не заверстать, а стоять в фонтанах. Сайф просто. Шум воды. Красная дорожка. Да, тут что-то явно происходит. Мы с вами по красной дорожке пойдем. Это эксклюзивно для подписчиков канала Капитан Крым. Красная дорожка в Геленджике. Мы с вами прошлись мимо гудящего генератора. Геленджик место, где ты счастлив. Согласны? Вот такой пляжик. Стопа людей. Будний день, дневыходной. Середина дня. Местные все, я думаю, на работе. Туристы, курортники отдыхают, валяются на пляже, кайфуют. А мы с вами гуляем по Геленджику. Вот люди загорают. Бабушки, женщины, девушки, дети. Вот классные плавки у парня. Темп. Вот написано. Темп сзади. Поднимается такой легкий ветерок. Да, тут что-то явно, явно тут что-то будет. Смотрите, номера. Я, честно говоря, не в курсе, что тут происходит. Тут. Тут суета. Уже перегородили набережную. Очень все узко. Какие-то стоят. Ну, походу здесь, да. Соревнования. Ну, вон не спортсмены, просто вон девушка в черном купальнике заходит в море. Дети плескаются. Ну, видимо, вода теплее, чем 14 градусов. Это в Анапе 14. Так, напишите в комментариях, кто знает, что здесь за соревнования. Я вот приехал просто с бухты-барахты и не в курсе вообще, что происходит. А здесь явно какое-то будет мероприятие интересное. Вот ромашки такие красивые. Смотрите, что это такое. Винный домик. Тоже пляж песчаный. В гидрокостюмах купается народ. И вон дети забегают в море. Ничего, нормально. Яхты, корабли. Это уже такой порт. Вот тут знакомятся люди. Обнимаются со зверями. Что значит любить животных? Настолько, чтобы просто с ними в обнимку гулять по набережной. На пиратском кораблике. Мы на своем пиратском кораблике. Пришли в Геленджик. О! Тут уже посуетнее. Тут суета уже побольше. Вот так надо загорать. Геленджик. Спортивный. Спортивный пляж. И здесь получается Iron Star. А, забег. Это же у нас был Iron Mare, который сейчас сидит в затворках, за стенках. А здесь вот у нас получается, видите, это забег в Геленджике. Точно. Я же читал. Как-то вот так совпало. Что мы с вами здесь оказались как раз в день соревнования. Край спорта. Реклама. Федерация триатлона России. Все понятно. Вот стоят катерки, морские прогулки. Саламандр. Смотрите какая. Дальше еще паромчик такой небольшой. Все тут идет. Продают билеты. Вот смотрите. Тут уже маски раздают. А, ну здесь мероприятие общественное, поэтому здесь уже все строго. Маски раздают, но многих на черный день прячут. Ну что, друзья, тут уже движуха началась. В общем, мы прогулялись, мне кажется, неплохо. Здесь очень атмосферно. Здесь просто, ну, классно. Очень много людей в будний день. Ну, я думаю, даже не из-за мероприятия. Просто люди ходят, отдыхают, гуляют с детьми. Я надеюсь, вам эта прогулка по Геленджику понравилась. Если что-то вас еще интересует, пишите комментарии. Ставьте, по традиции, лайки. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Даже те, кто любит Геленджик, Краснодарский край, я вам рассказываю про Крым и про наши черноморские курорты. Друзья, всем пока. Привет из Геленджика. Ваш капитан Крымс. Ваш капитан Крымс. Генджика. Ваш капитан Крымс. Угодный год. Продолжение следует...